Восток всегда вызывал интерес у европейцев, постоянно привлекал внимание, казался загадочным и непостижимым. На протяжении всей истории западноевропейской цивилизации восточные мотивы активно проникали в различные виды изобразительного искусства и литературу. В 17, 18, 19 веке было действительно модно иметь турецкий ковер, проводить чаепитие с китайскими фарфоровыми сервизами, применять индийские специи в кулинарии и наряжаться в японское кимоно. Увлечения японским искусством и японизм возникли еще в 18 столетии, но особое распространение получили в 19 веке. На протяжении 17-19 веков страна восходящего солнца оставалась закрытой для западной культуры, против влияния которой была направлена политика изоляции или сококу, что переводится буквально как страна на цепи. Под страхом смертной казни с 1636 года японцам запрещалось покидать территорию собственной страны без особой правительственной санкции. После реставрации Мэйдзи, возвращения государственной власти от Сёгуна в руки императора в 1868 году, новое правительство нацелилось на открытость и организовало активный экспорт товаров на Запад. Большое распространение и популярность в Европе получили изделия многих традиционных художественных ремесел. Керамика, текстиль, гравюра укио-э, которая оказала большое влияние на европейских художников, и лаковое искусство. Искусство лака – одно из древнейших японских ремесел. Его отличает огромное количество используемых техник, самые известные из которых, пожалуй, маки-э – нанесение серебряной или золотой металлической пудры на незасохший лак. В XVIII веке стали широко применяться цветные лаки, а в связи с открытием экспорта в Европу в период Мэйдзи мастера стали активно экспериментировать с декором, текстурами и формой изделий. Лак использовался на самых разных объектах – статуях божеств, коробках для еды Бента, Судзури Бако, хранящих набор для письма, Инра, коробочках для хранения мелочей и, конечно же, предметах мебели. Редкие по красоте и качеству исполнения шкафы Шадана из коллекции музея-собрания покрыты сложнейшей резьбой. Дверцы и панели украшены уникальными миниатюрами в технике Сибаяма – из слоновой кости и разноцветного перламутра на золотистом, голубом, коричневом или синим лаковом фоне. Техника Сибаяма невероятно сложная и потрясающе красивая, представляет собой сочетание лакового искусства и инкрустации из перламутра, слоновой кости, черепахового панциря и коралла. Своё название техника получила в честь района Сибаяма в современной префектуре Тиба. Впервые она была использована в XVIII веке мастером Ооноки Сензу. Его стиль инкрустации слоновой костью стал настолько популярным, что он назвал работы, выполненные с использованием этой техники, в честь своего родного города Сибаяма, а позже принял его название в качестве своей фамилии. Техника Сибаяма отличается от других видов лакового искусства с инкрустацией тем, что замысловато вырезанные элементы выступают над поверхностью изделия и напоминают аппликацию. Лаковые изделия с инкрустацией Сибаяма были представлены на Всемирной выставке в Париже в 1867 году и привлекли внимание европейцев. Подробнее об изготовлении японских шкафов шадана из коллекции музея-собрания мы поговорим в следующей части видео.